Ночь с 3 на 4 ноября прошла третья Всероссийская ночь искусств, в которой участвовали и Краснодарские музеи, и библиотеки, и театры. На культурных и выставочных пространствах столицы Кубани прошло около сотни мероприятий – выставки, поэтические чтения, спектакли и музыкальные представления. Многие площадки в этот вечер работали для детей и взрослых бесплатно. Самые яркие моменты ночи искусств у Антона Киселева. Каждое учреждение культуры старалось удивить ночных гостей сюрпризами. Музей-заповедник Фелицина предложил перенестись в музыкальный салон князя Петра Вяземского. В Ночь искусств искусствоведы полностью воссоздали атмосферу прошлого – стихи, классическая музыка и несмолкающие аплодисменты. В художественном музее Федора Коваленко внимание гостей привлек интерактивный проект «Создадим картину вместе». Любой посетитель мог внести свой собственный штрих в создание произведения по мотивам картины авангардиста Василия Кандинского. Авторы пытались создать совершенно не связанную логически, но в то же время гармоничную композицию. Я могу точно сказать, что в фонды музея она не попадет, так как является, конечно же, непрофессионально созданной картиной, работой. Но, тем не менее, впоследствии, быть может, будет какой-то проект тематически сходный с написанием данной картины, и эту работу, быть может, даже можно будет представить. Краснодарский театр драмы открыл для посетителей больше десяти арт-площадок. Гости примеряли костюмы персонажей из любимых спектаклей, делали фото с артистами и научились владеть шпагой на мастер-классе по фехтованию. Но популярнее всех оказалась экскурсия в закулисье. Горожан пропускали в театр через служебный вход, объясняли тайну неизвестных цифр в расписании, пропускали в гримерную и открывали секреты костюмов и декораций. В частности, рассказали, чем отличаются бутафоры от реквизиторов и с чего начинается подготовка к новой постановке. Театр – это такая энергетика, что человек, когда там находится, ощущается, что человек там живет. Запомнилась экскурсия по закулисью. Это очень оригинальная, продуманная, конечно же, экскурсия, которая удивляет своими небольшими секретиками, которые они раскрывают в ходе экскурсии и гримерка, и цех костюмированный, и цех декорационный. Очень все интересно. В фойе второго этажа театра расположилась еще одна интересная арт-площадка – кабинет Достоевского. Гости пробовали себя в качестве актеров и читали с небольшой сцены отрывки из произведений писателя. Дело в том, что на 14 ноября назначен премьерный показ спектакля «Один день из жизни города М» по повести «Дядюшкин сон». Поэтому кабинет Достоевского, по мнению работников театра, был уместен. Сегодня приятно то, что люди идут в театр. И вот эта «Ночь искусства» – это большой показатель того, что людям интересна культура, культура их родного театра, им интересны артисты, им вообще поход в театр сейчас, в наше тяжелое время, когда удивить людей очень сложно, это приятно. Вообще видите, посмотрите, сколько людей. Просто очень многое это радует. В этом году акция проходила под лозунгом «Искусство объединяет». Работники учреждений культуры пытались максимально сократить дистанцию между искусством и зрителем. Акция проводилась в третий раз, и к ней присоединились более 60 регионов России. Антон Киселев, Олег Подубный, Диана Кабалоти, телекомпания «Краснодар».